Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Фрэн Боу. Я, ребята, вижу очень часто комментарии, в которых вы просите, чтобы я поиграл в Фрэн Боу, но я вам сразу... Ой, там чувачок тут летает, а нет, другой какой-то на лодке, нифига себе. И ещё один! Капец, они там развлекаются. Вы у меня постоянно спрашиваете про то, когда выйдет Фрэн Боу, когда выйдет Фрэн Боу. На самом деле, друзья, Фрэн Боу выходит через один день. Кто вот не заметил, я вам говорю, всегда, практически через один день я выпускаю. Так, ну чё? В общем-то, сумочку мне вернули, у меня здесь... А что это такое? Я охотился за правдой, но открыл нечто другое. Я обнаружил то, что мои чувства не в силах показать. Я нашёл истину, которая молча таилась в неизвестности. Леон Кастильо, один из тысячи. Меня зовут Леон, ага-ага-ага-ага. Возможно, вы чтите ответ и видите то, что не видят другие. Или можете почувствовать то, что другие избегают. Вы можете прислушаться к тишине. Я не могу остановить это, не могу контролировать. Я повсюду вижу чёрные тени, кровь, послания, крики, боль. Я не могу понять, почему это происходит со мной. Плачь от того, что больно. В моей голове камень мудрости, в моей голове. Чё тут такое? У меня было видение. Я всё ещё вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом. Одна из теней спустилась в небес. Я подумал, что это ангел. Его звали Ремор. Принц тьмы из пятой реальности. Он говорил со мной, игрался и показал мне всякий ужас. Показывал мне всякие ужасы. Он сказал мне, что я ключ к его существованию. Я вижу себя повсюду, другого себя, говорящего ложь, рассказывающего о всей боли и страданиях в своей жизни. Другой я хочу, чтобы я совершил самоубийство. Он улыбается, когда произносит эти слова. Убей себя. И я пытался загипнотизированные его словами, но всегда было что-то, что спасало меня. Должно быть, это любовь к жизни. Блин, мы действительно похожи с этим чуваком. Я повстречался с тенью, впервые она заговорила со мной. Камалы какие-то. Их раса называется камалы. Они выискивают слабость и боль. Я спросил тень об одержимости человеческими телами, и она ответила. Мы рождаемся и кормимся от страха и неконтролируемой болезни человеческого разума. Для них мы невидимы, но наше существование охватывает каждую живую клетку до самого конца. После этого начался дождь и тень покинул. У меня оставил за собой масляный след. Полагаю, вода может их очистить. Так. Перед мной... Ага, подожди. Увидев, как камалы реагируют на воду, я решил провести небольшой эксперимент. Прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное. Получается, что камалы превращаются в новый вид существ, когда подвергаются воздействию воды. Ага, казалось бы, боль исчезла. Спустя несколько минут передо мной возникло яркое и мирное существо. Вот как они выглядят, когда на них вода воздействует. Валок. Казалось бы... Ага, читать мои мысли. Я страдал, должен отправиться туда, где... Ага. Иверста? Нет, как там мне говорили-то? Я неправильно в тот раз прочитал Ивереста, подумал, но на самом деле тут Иверста. Вот, правильно будет. Меня исправили, просто я торопился и что-то даже не заметил. Туда после пробуждения. Пойдемте со мной, если хотите увидеть свет. У вас есть ключ, он сказал. Я не знаю, но вот мы как раз-таки тут и находимся. Постоянно вертся в моей голове, как одно предложение. Время тридит наше восприятие. Я перечитывал свои записи, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Я вспомнил Рэмра из пятой реальности. Если существует пятая реальность, должны быть, по крайней мере, еще четыре. Я подумал, что Иверста может быть не гордым в этом мире, а самой реальностью. Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне. Я глубоко сожалею, что не принял приглашение Валака. Меня навестил мой сын Брайм. Я рассказал ему про то, что я видел, но он не захотел. Слушать меня, ушел. Я его не внюю, я понимаю, что моя реальность не видима для большинства людей. Хотел бы я найти друга похожего мне, потому что мой сын, он думает, что я безумен. Ага. Так, тут он начинает понимать закономерность. Огромный зверь посыл в мой сад, несколько секунд, а потом исчез. С розовой жидкостью на том самом месте, где приземлился зверь. В качестве тромбоцитов и лейкоцитов, но с очень высокой скоростью. Ага. Расцвело через несколько минут, как он палил на растения. У меня снились тысячи черных котов, окружающих мой дом, большие желтые глаза, смотрящие в мой сон. Разнообразные от корней до гигантских насекомых. Корни были первыми в этой реальности, насекомые прибыли позже. Я выучил их язык и числительные. Ага. И вот как раз таки. Алфавит тут весь. Являются началом первой реальности. Это валки. Ух, строение тела. Валок и довольно разница с нашим. Они состоят из фотонов и звуковых волн. Одновременно мужского и женского пола. Достигают лет их коронуют щитом. Нифига себе, сколько им лет должно исполниться. Ага. Жьяр, создание великих валок. Король Иверсты. Второй реальности. Жизни. Время пребывания в Иверсте. Ты становишься тем, кем бы ты не мог стать на земле. Здесь листья поют, падая с дерева. А вода шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь. Ага. Пандора. Создание пяти реальностей. Находится... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Конец. Ага. 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 В третьей и четвертых реальностях. Смерть. Сен-Нерседи. Конец колебаний. Так. Ой, там смотри-ка, че. Мабука. Конец света. Вот как раз таки этот... Ну, злюка, короче. Злюка, злюка. Мать Мабука отпускает меня. Я прорву 15 дней здесь. Логови Мабуки. Я устал. Мне больше не нужно прятаться, отболивать. Она является частью меня. Кажется, будет любовь везде и во всем. Мне нравится плакать. Мне нравится смеяться. Мне нравится быть живым. Ага. Гравитация, брачность, чтобы создать новые. Это сила созидания. С созиданием эволюция неизбежна. И тут вырваны страницы. Ага. Да, кто-то вырвал. Я никогда не узнаю, что произошло с мистером Леоном. Ух, черт. Вот эта книжка-то книжка. А нам ее передали, что ли? Нам ее вроде передали вместе с... Снимком. Так, давай поболтаем. Нет, вы не можете войти. Закрыто. Что там? Простите, я просто хотел узнать, что за этим проходом. Библиотека, конечно же, но она закрыта. Возвращайся зимой или осенью. Тогда она будет открыта. Эй, ты. То говорящий дерево, что я отвел к полонтрассу. Да, это я. Полонтрасс дал мне руки и ноги. Да, и голову. Это очень хорошо. Хи-хи, да. Но почему библиотека закрыта, сэр? Все логично. Когда солнце вращается вокруг второй лунной иверсы, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. Что ж, спасибо за информацию, сэр. Пока. Так, жалко туда не зайти, конечно. Ага. Так, ну давайте выйдем вот в эту сторону. Что у нас тут есть? Нам тут надо, видимо, все изучать. О, тут еще один. Так. Здравствуйте, сэр. Так. Вы охранник? Да. Да. Ага. Гора... Понятно. Вы знаете, где находится гора Котрэм? Да. У него классные такие ответы. Вы можете сказать, где это? Сейчас. Да. Ты серьезный чел? Скажите, прошу. А, ну скажите, прошу. Хм. Гора Котрэм находится в зимнем времени. В зимнем времени? О чем вы? Хм. Конечно. В зимнем времени. А ты что подумала? Но я не могу ждать до зимы. Ох. Ее не надо ждать. Туда нужно отправиться. Отправиться? Но как? Ох, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице и прямо. Найдешь часовщика? Он объяснит. Кажется, он пытался мне объяснить. Смешной. Хорошо, спасибо, сэр. Так. Часовщика, часовщика. Не знаю, как правильно. Так. Мы куда-то попали. Что это за камнем? Ну, один камушек мы уже использовали. Это кристаллы какие-то, знаете, больше похожи. Что это за стол? Карта. Ай-яй. Мы спустились. Это вот так вот мы должны пройти к горе. Это есть гора. Ну, да, видимо. Очень большое дерево. Тогда нам вот сюда надо. Там вот на дерево указатель как раз-таки. Так, что мне тут надо? Очень странно. Часы где цифры? Ладно, тогда мне вон туда. Ага. Вот так вот, да. О, привет. Привет. Так, что он мне скажет? Добрый день, живое существо. Все хорошо? Да, я в порядке. Что вы делаете? Я нюхаю этот цветок. Прекрасное творение. Ммм. Вы кого-то ждете? Я... Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? Слишком... На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще, чтобы улететь. Улететь? Ух ты, я попробовала. Звучит здорово. Да, вот почему я жду. Я не могу их... Я не могу их торопить. Эй, бар открывается осенью. Будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и потусоваться. Может и приду. Звучит весело. Спасибо. Пока. Угу. Значит, идем дальше. Ага. И гора, наверное, туда наверх. Наверх. А это вообще дом похож на дом того муравья. Что это? Так, вот это там дальше... Опа. Это те валоки, видимо. Ё-моё. Ух ты, какой огромный валок. Хоть они настоящие. А давайте с ним поболтаем. Ничего себе. Что вы такое? Вы выглядите как феи из моих книг. Чистейший из чувств. Свет всей материи. Мы валоки. Ооо. Ах. Вы сияете. Делайте меня счастливой. Такой счастливой. Смотри. Создание. Один из молодых. Валока. Получает маску. А, вон тот походу. Ооо. Я все равно их язык не понимаю. Или это какое-то заклинание. Все, получил маску. Воин солнца. Создание из почвы. Фрукт из семечка. Будь свободен, и пусть вселенная освободит тебя правдой. Жесть. А, куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да прибудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс. Хм, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство. Ты сама полна волшебства. Но я хочу узнать. Странно. Мне кажется, что вы все... Что вы знаете все на свете. Мы свет. Мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей. Почему монстр охотится за мной? Правда придет к тем, кто ищет. Твой путь к истине бескрайний. Бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду. И сильна, чтобы отпустить ее. Спасибо. Вот я обожаю такие вот эти предсказания, из-за которых появляется больше вопросов, чем ответов. Дорогая, не грусти. Нам нужно идти дальше. Ага. Ну, согласен. Да, котик, ты прав. Так, что это вообще вот такое? Ой, эта штука заработала. О, потрясающе. Может быть, мы так сможем переместить, что... Подожди-ка. Может быть, как-нибудь получится так переместить, что мы по рукам сможем забраться туда? В принципе... Такое вполне реально. Или нет? Ага. Я не знаю, что на самом деле здесь нужно сделать. Вот честно. Ну, что-то, наверное, нужно. Так. Может быть, так? А, вот смотри. У него четыре руки. Да они, наверное, перебираются там действительно как-то. Давай попробуем. Ну, я знаю, что у него четыре руки, блин. Нет, вот честно не знаю, друзья. Что тут надо сделать? А, вот смотри-ка. Руки соединены сейчас. Нет, это трогать не надо было. Может быть, чтобы вот пальцы были соединены, надо сделать. Хотя к этой руке я не знаю, как надо. Ну, я тогда не знаю, как туда, короче, пробраться. Это единственное, с чем мы пока что могли повзаимодействовать. Так. Он указывает на гору. Должна быть, это гора Катрем. Ну, погнали. Так, вот она. Мне надо подниматься. Я пришел. Вершина горы находится высоко, потому что это вершина. Интересно, как звучит говорящая гора? Она что, говорит? Ага, наверное, она будет звучать очень громко, как землетрясение. Вопрос в другом. Как вообще ее активировать? Не знаю. Кстати, вот против этих жуков, может быть, вот эта штука понадобится. Действительно. Так, 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 так. Я даже не знаю, что тут можно сделать. Угу. Немного я застрял. Застрял. Может быть, мне надо, ну, выпить этого лимонада, чтобы взлететь там. Что-то типа того. О, а тут что? Кроме цветов и деревьев. Угу. Печально. Эта вертушка огромная. Ну, да, ладно. Все-таки, единственное, что я тут могу, по сути, поделать, так это... Это вот с тем... О, вот огромным волокой. В общем-то, что-то там намутить. Не знаю только что. Ладно, идем дальше. Вот эти часы, они сейчас показывают времена года. Я так понимаю. Зеленое, возможно, лето. Или весна. Желтое лето. Или оно идет так же, как и есть. Типа, по сезонам. Без понятия даже. А вот смотри-ка. Может, время поменяем? По звуку что-то сломалось. Эм. Ну. Наверное, ломать не надо было. Ну, ладно, окей. Давайте идем тогда в эту сторону. Ага. Там рыбачит дружбан один. Давайте поболтаем. Ага. Нельзя, да? Ну, меня именно тут и спасли, по сути. Хм. Я застрял по полной программе, если честно. Ты куда идешь? Давайте за ним проследим. Куда идет-то он. Сейчас полетит по воде, небось. Это будет круто. Но я его здесь не вижу. Он шел-шел, да куда-то что-то не пришел. Ты сказал, что нам нужно найти гору Катрем и великого волшебника. Ну, гору-то мы нашли. Не уверен, что это та гора, которая нам именно нужна. Ладно, давайте. О, вот смотри, да снова он идет куда-то. Что за странная фигня? Давайте вот в эту сторону пойдем. Опа. Ничего себе, тут у них целая деревушка. С каждым болтать, что ли, надо? Хороший день для тканей и ниток. К вашим услугам. Ага. Поболтали. Привет. А кто здесь? Кто? Слепой, что ли? Вы меня... Я, Фрэн, вы меня видите? Теперь я вижу. У тебя четыре глаза. Ух ты. Че? А почему четыре глаза? Четыре глаза? Не знаю. Четыре глаза? У меня... Что вы продаете? Самый лучший пломбас со всей земли. Хочешь их понюхать? Похоже на кокосы. Ага. А, это какашки, мисс. Какашки, которые я собираю. Это не кокосы. Хе-хе. Какашка как в туалете. Ничего себе. Я думал, какашки есть плохо. Плохо? Почему? Они вкусные. Здесь их любят. Они помогают расти и сиять. Хе-хе. Мне нужно идти. Удачи с пломбасами. А нет. С пломбасами? Пломбасами. Не знаю, как правильно. Пока. Так, ты, кузнец, что делаешь? Привет, я Фрэн. Что вы делаете? Добрый день. Я Прутер. Я кую этот кусок железа. Для чего? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. Так. Понятно. Вы делаете любую работу по металлу? Конечно. Если у тебя есть идеи, мы можем их обговорить. И тук-тук. Я это сделаю. Это хорошо. Спасибо, сэр. Пора работать. Если тебе нужны мои услуги, ты знаешь, где меня найти. Ага. Идем тогда в ту сторону. Ой, тут еще такие ребята. Капец их тут много. Ну что? Давайте поболтаем тогда с каждым из них. Ой, давай сначала тогда с этими. Здравствуйте, мисс. У вас замечательные фрукты. Спасибо, дорогая. Хочешь немного? Ммм. Нет, у меня миссия вернуться домой. Хочу быть голодной, когда окажусь там. Ты из какой части Иверсты? Ты живешь за пределами острова? Я человек. Нет. Я вообще не из Иверсты. Я человек. Человек? Что-то новенькое. Что ж, надеюсь, ты выполнишь свою миссию. Спасибо, мисс. Передам. До встречи. Так, с этим. Это что-то там... О, вот у него помощи можешь попросить с часами. Здравствуйте. Что вы делаете? Хм. Работаю над своими часами. Так. Понятно. Сэр, вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, мисс. Я делаю часы. Чиню часы, слушаю часы. Тик-так. А вы знаете, где находится гора Катрем? Гора Катрем существует в зимнее время. Иначе это обычная гора. Так. Я не могу ждать до зимы. Король сказал, что волшебник будет в горе Катрем. Тебе не нужно ждать зимы. Это абсурд. Время это бесконечная слоистая реальность. А, слоистая реальность звучит здорово. Что мне тогда делать? Иди к большим часам и поменяй время года. Просто поменяй его. Ну вот эти часы как раз таки. Иди к замку, но когда увидишь лестницу, поверни налево. Ты найдешь большие часы на дереве. Удачи. Я уже видел эти часы, и они были сломаны. Сломанные часы это безобразие. Бедные часы. Вы должны мне помочь. Прошу, почините их. Мне нужно домой. Я никогда не чиню часы за просто так. Иначе моя жизнь пропадает зря. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы. Время золота, знаешь ли. У меня нет с собой монет. Тогда часы никогда не будут починены. Прошу, сэр, сделайте в качестве одолжения. Мне нужно домой. Тогда я не могу тебе помочь. Принеси мне золотую монету, или я ничего не починю. Ясно, спасибо. Посмотрим, смогу ли я достать для вас золото. Пока. Так, ну ладно. Ему, видимо, надо заплатить. Здравствуйте, леди. Что нового? Добрый день. Желаешь почитать газету? Я не могу читать. На Иверстах... Как называется язык Иверсты? Ты не знаешь? Он называется Иверский. Ты турист? Хе-хе. Да, я турист. Меня зовут Френ. Никогда не видела туриста. И тем более не видела Френ. Добро пожаловать Иверсту. Надеюсь, тебе будет весело. Большое спасибо. Мне пора идти. Пока. Что у нас тут? Ох, тут снова с каждым разговаривать. У нас одни разговоры теперь в сериях, походу. Привет, крошка Корень. Ты очень милый. Спасибо. Ты тоже милая. Хе-хе. Я Френ. А ты? Я? Нет. Я не Френ. Я Зельма. И я хочу петь весь день деньской. Хе-хе. Какая твоя любимая песня? Моя любимая песня звучит так. Один и один будет два. Один и два будет три. Два и три будет пять. И три и пять будет восемь. Дальше я не помню. Ну, зашибись песенка. Я выучил это в школе. Это весело. Звучит математически. Мне нужно идти. Кстати, у тебя красивый фрукт. Увидимся. Так, это что? А, вон, смотри, золотую монетку надо выиграть. Виш. Привет. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Война вот-вот начнется. И я не вижу смысла в бессмысленном. А? Что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя. Я дам тебе золотую монету, если ты выживешь. А присоединиться? В чем? Игра вот-вот начнется. Ты играешь за Камал, а я за Валок. Ага. Белая и черная. Свет и тьма. Это настольная игра, сэр? Да, настольная игра. Погрузимся в это приключение. Ты против меня. Я дам тебе монету, если выиграешь. Что скажешь? А, какие правила? Так. Разместишь три фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали. И выиграешь. Ага. Это типа крестики-нолики. Ну офигенно. Используем механизм, чтобы узнать, кто начинает. Играешь? Эм, конечно. Похоже на крестики-нолики, в котором мы играем в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота. Я очень стар и живу. Уже очень долго. Я просто хочу весело провести время. Понимаю. Что ж, сыграем. Так. Механизм решил, кто ходит первым. Значит, я хожу первым, да? Ну ладно, давайте тогда, друзья, мы в крестики-нолики уже в следующей серии сыграем. С этим поболтаем напоследочек. Добрый день, сэр. Добрый день, маленькое существо. Я видел летающие лодки, сэр. Как они работают? Они словно плавают по воде, но вместо воды воздух. Все просто. Я могу отложить одну из ваших лодок, чтобы улететь? Я хочу домой. Домой? Понимаю. Но, к сожалению, лодки только для эверисианцев. Хм, понятно. Что ж. Спасибо, сэр. Хорошо вам провести время. В общем-то, со всеми поболтали. Золотую монетку мы получим вот у этого чувачка. Потом починим часы, я так понимаю. И сможем найти волшебника у горы Катре. Либо в горе, где он там будет-то. На этом все, друзья. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok